Шалом, мои дорогие друзья! Хочу от всей души поздравить всех с Ханукой, праздником огней, праздником света. Слово Ханука само по себе означает новоселье, как название праздника – новоселье в храме. Но это слово, как мы знаем, связано также и с другими аспектами праздника – с победой, войне и с возрождением национального сознания, а также освобождением от греческого влияния. В память о чуде, дорогие друзья, происшедшем при освящении храма, мы зажигаем свечи Хануки. И это центральный момент празднования, так как Хануку иногда даже называют праздником огней. Принято зажигать красивые, самые красивые свечи и ставить их в красивом подсвечнике в память о минуре, храмовом светильнике. Таким образом, дорогие друзья, символом Хануки стала Ханукия – подставка для свечей. Во время этого праздника оно отождествляется со стойкостью духа, с победой света и добра. На Хануку обязательно надо зажигать свечи. И, конечно, вы знаете, что в первый день должен зажигаться крайний правый светильник. На следующий день ставятся две свечи, первой из них зажигают ту свечу, которая левее. И каждый день добавляют по одной свече. А в конце праздника Ханукию, так сказать, освещает восемь огней и девятый шамаш, от которого и производится зажигание всех остальных свечей. Принято, чтобы при зажигании свечей присутствовала вся семья, дорогие друзья, причем зажигает огни глава семьи. Зажигают свечи, когда на небе появляются первые звезды. Ханука – один из важнейших символов нашей культуры. Это добрый и светлый праздник, дарящий людям радость. В дни Хануки приветствуются игры и забавы, поэтому ее так любят дети. И не случайно один из обязательных атрибутов этого праздника – детский волчок Дрейдл. Не забудьте также приготовить латкис или и сладкие пончики с огонь и йод. Принято делать и другие блюда, содержащие растительное масло, особенно оливковое. В этом году Хануку, как и в прошлом году, омрачает эпидемия короны. Но испытание для нас – повод сплотиться и стать сильнее. Кстати говоря, если вдуматься, то во время всемирного потопа Ной вместе со своей семьей на Ковчеге оказался в режиме жесткой изоляции. Причем локдаун продолжался, согласно тексту Торы, целый год, пока не спала вода. Дорогие друзья, пусть же свет праздничных свечей освещает нам всем верный, ровный и счастливый путь нашей жизни. Желаю нам всем отметить Хануку в прекрасной, теплой и доброй атмосфере, в кругу родных и любящих нас людей. Желаю нам всем и нашим близким прежде всего самого крепкого здоровья, а также благополучия, достатка и удачи во всем. Хак Самех, ваш Равин Каплан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова